Предполагалось, что сегодня я буду оператором, а Отрак будет выполнять всякие решительные поступки. Но получилось так, что пришли люди, началась стихийная тренировка, она переросла в новую тренировку. Все вместе начали заниматься замечательными вещами. Поэтому у нас сегодня такой лиф-экшн, уникальный формат, не имеющий аналогов. Так что смотрите и наслаждайтесь. Итак, впервые в истории мирового спортивного кинематографа живая съемка динамической камерой. Ура, товарищи! Как было предсказано в прошлый раз. Упражнение, которое у нас обычно именуется бублик на палочках. Задача взять и аккуратнейшим образом раскрутить вот это вот с максимальной скоростью. Так, а бублик у нас сделан из чего? Поднеси-ка его к камере. Это когда мы делали... Дальше, дальше, дальше. Когда мы делали болвана для постучалочки, это из покрышки. То есть это обыкновенная шина? Да. Вот. Значит, давай посмотрим на вот такую еще двое вещи. Вот у нас, смотрите, человеку сказано было крутить, и он крутит. А вот теперь мы начинаем перебирать варианты того, как и почему это можно делать. Смотрите, итак, сейчас вот он крутит, он работает двумя руками одновременно, да? Вот, у него стопы стоят параллельно, да? Вот, и работает практически полностью всем плечевым поясом. Так, теперь давай сюда. Что нам может быть здесь интересно? У нас есть несколько вариантов того, каким образом это можно делать. Вот, смотрите, сейчас попробую сделать следующее. У тебя точка опоры, да? То есть та часть шеста, которая не вращается, будет в левой руке, а вращаешь ты за счет того, что крутишь, придаешь вращение правой рукой. Так? Вот, в одну сторону, а потом в другую. Ноги, да, да, стопы параллельно, да, но у нас получается в данной ситуации что? Значит, вот у нас стопы стоят, они представляют собой опорную базу, да? Вот, центр тягости, да, вот так получилось. То есть положение будет устойчиво для тех пор, пока проекция центра тяжести на опорную плоскость у нас находится внутри опорной базы, да? Вот сейчас мы берем и делаем что? Чтобы у нас вот эта вот вот часть шеста, которая между руками, тоже попадала хотя бы в краешек этой самой опорной базы. То есть примерно вот сюда. Так? Держи. Так, еще разок. Смотри сюда. Вот. Вот у нас опорная база, да? И вот у нас шест находится, смотри сюда, видишь, да? Шест находится, ось вращения. По диагонали примерно к этой самой базе. Еще разок, посмотри на мои ноги. Вот. Так. Ага. Правую руку сюда. Так. Так. Вот. Это фиксируешь на месте, а это начинаешь крутить. Нет. Нет. Еще раз, смотри. Идем. Так. Понятно? То есть вот впереди стоящая рука вращает. Так. Ноги у него правильно стоят? Нет. У него неправильно стоят ноги, и он неправильно вращает. Смотри, еще разок, да? Да? Вот. Вот ноги. Так. Вот у нас. Вот они вот так вот стоят, так? Стопы параллельно. Сюда чуть спустите. Стопы параллельно. Коленочки присоединяются. Так. Видишь, да? Я вот этой вот рукой, впереди стоящей, я вращаю. Так. И у меня еще разок. Так, вот. Смотри, у меня есть. Палочка проекция шеста проходит где-то вот здесь. Да? То есть в пределах опорная база. Ты ее выносишь вперед, вот так, и начинаешь крутить обеими руками. И этого делать не надо. Сейчас, пока. Потом это будет тоже вполне один из рабочих вариантов. Стопу левую вперед. Еще вперед. Еще вперед. Еще вперед. А теперь параллельно стопы. Так. Еще чуть-чуть. Вот. Вот так. Поехали. И шест ближе к горизонтали. Коленочки. Коленочки. Мягкие. Давай подсыпляй. Мягкие коленочки. Чуть-чуть обнуть. Итак, чего мы будем добиваться? Мы будем добиваться следующего. Вот у нас есть. Еще разок. Вот эта пастовичка. Вот я начинаю вращать. Видно, да? За счет движения правой руки. Левая рука у меня старательно придерживает на месте. Совсем придерживать почти невозможно. Но, тем не менее, стараемся. Да? Чтобы у нас шест выписывал конус. Да? В одну сторону. Теперь запускаем и крутим в другую. Сейчас. Да? Вот. Это вариант номер один. Вариант номер два. Да? Мы берем и фиксируем впереди находящуюся руку. Да? Вот. И... Наоборот. Да? За счет вот этого вот движения. Еще один вариант. Когда центр вращения у нас находится между руками. То есть, когда мы вот так вот-вот. Видно, да? Угу. И опять же, в одну сторону, в другую сторону. Самое главное, самое главное в данной ситуации, да? Именно поймать вот это вот-вот ощущение, когда у нас все тело, все тело работает слитно. Вот. Для чего и почему это упражнение делается, я покажу чуть позже. Вот так. А теперь решили перейти ко мне, чтобы показать разные стадии рукожопия. Так. Вот, соответственно, левую. А если левую, я прижму прямо вот к корпусу, чтобы она не трюкалась. Нормально будет? Нормально. Так. И вот, со стороны этого незаметно. Но я придаю движение именно вот левой, я не двигаю вообще, я ее прямо прижал к корпусу. Правой вот. Правой интенсивно работает. И только за счет анонсивной работы, это колецо не спускается мне на руки. Так. Все равно зараза спустилась. Сейчас. Пере на левую сторону попробую. Хорошо. Давай. То же самое. Правую руку я прямо фиксирую, прижимаю. Только кисть. Поехали. Ах, я там. Нет, все нормально. В общем, понятие. Ты нагрузку ощущаешь? А вот внешне незаметно. Да. Внешне, казалось бы, про левую руку. Ну, рука должна, да. А на работе конъективно совершенно незаметно со стороны. А теперь в ту сторону. Нет, нет, нет. Правая просто. Правая лучше получится. Теперь вот. Ты крутил сейчас в эту сторону. Теперь вот эту. И то же самое. Кажется, что правая рука не движется вообще. При этом работает она, дай бог. Хорошо. А вот теперь, смотри, что делаешь. А теперь фиксируешь правую, как точку опоры. А вращение задаешь левой. Ой. То же самое. Теперь я прижимаю правую к корпусу. Да. Как оно? Опять-таки со стороны наверняка. Но левая рука прям протапливает. Так, мы открываем другую со стороны. То есть нам важно как раз, чтобы ты обозначил свои ощущения. Описал. Потому что еще раз, как много раз было сказано, даже если мы фиксируем на видео. На левую руку вообще не получается. Надо долго-долго тренироваться. Вот. Вот я расхручиваю ее обеими руками. Вообще не получается. Вот на левой руке. Замечательно. А теперь сделаешь что? А теперь это центр вращения между... Я понял. Как уключено. То есть я представляю, что это весло, и уключено у меня между круг. Точка вращения, неподвижная точка. Так, как лучше. Концепция понятна, а фракоски не хватает. Вот кажется, что это легче всего, потому что работают обе руки. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Отлично. Ну-ка, наоборот. Ну-ка, на другую сторону. Очень быстро выматывает. Я, конечно, не блящу выносливостью, но все равно очень быстро. Выматывает очень быстро именно потому, что, понимаешь, вот здесь вот идет работа всего тела. Так, чувствуешь, так? И раз, вот, собственно, из шины и все. Так. А вот теперь чуть-чуть подождите. Так, следующий вариант. Вот, опять-таки, в роли приглашенной из Лизды снова оказался я. Механизм тот же самый, но теперь мы все это делаем вот с этой здоровенной шиной. И как учит нас дядь Миша, вот, поскольку она уже по-настоящему тяжелая, вот здесь как раз уже включаем все тело. Вот, и у меня трудно это чувствовали. Тут прошли я само по себе держать его. Что за эгрейбристика такая? Я его когда-то раз подкидываю. Вот, 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 чувствуешь? В одну сторону, в другую. Я его так вот подбрасываю и ловлю. Так, ладно, на другую сторону. А пока я перекладываю, Миша, сколько это делается? Сколько делаем? Пока не покажу. Это то, что называется по стандартной схеме. Что мы имеем в виду? Максимум делим на четверть. Максимум плюс еще два-три. Снимай. О-хо! Хорошо. Хе-хе-хе-хе. Снимай. Это просто как-то выглядит. Миша, так и не возьми. Ну, то есть, понятно, что, когда лид заходит, по темнотику приближается к серьезным нагрузкам, ну, уже, как-то, что-то... Эль, ты что не сломаешься? Что? А, понял. Вот. Так. Ну и... Подождите, штангой тоже? По грифам. Я... Ладно. Давайте не грифам. Ну, давайте я лобом попробую. Я... Когда это крутится на грифе от штанги, да? Нет. Гриф от штанги и все. Сразу одно... Дай, Мишку. Спиной, спиной работает. От спиной. Гриф от штанги сразу относим в область сказания. Блин. Вот. Это могут эпические герои. Для этого нужно было надеть козоворотам, там, кушеварку. Ну, кстати. Кстати. Так. Его тебе даже не было. А, то... Сей индивидуум открылся в талагахханник. Меньше рычаг. Меньше рычаг, но все равно это, получается, подбросил, поймал. Так. Смертельный номер. Жги. Давай. Не, ну что. Про свой сойдет, я бы сказал. Этический герой, помогите нам. Какого-то. Какого-то в том, что он туда подшипит. И вот мы его аккуратненько вращаем. Для чего нам это нужно? Сейчас, подождите. Одну минуту, дядь Миша. Одну минуту. Сначала воспитательный момент. Вот. Вот. Этот молодой человек. Немножко пренебрег сегодня растяжкой. Что у него нынче с плечом? А, оно болит, правильно? Скорее. Вот. Вот. Что ты можешь сказать тем, кто пойдет за тобой этим тернистым путем? Не пренебрегайте растяжкой. Дядя Миша, а теперь твои мудрые слова. А вот теперь смотри. Среди прочего, для чего нам это может понадобиться. Все тяжело дышат. Заранее извиняемся. Вот. Я беру и аккуратнейшим образом подаю движение. А вот теперь смотрим внимательно. Он пытается отвести мой крючок. Отвести. Пытается отвести мой крючок. Либо, прошу прощения, да, вот он стоит, и я сразу вхожу в контакт с клинком. И дальше, что я... Так, стоп. Давай все-таки возьмем вот это. Потому что там есть рис. Так. Смотри. Итак. Вот. Пришел захват. А теперь смотри внимательно. Я относительно, да, вот этой вот вот точки, да, придаю вот этому самому клиночку легкое вращательное движение. Понятно? Еще разок. Вот. Есть контакт. Как ощущения? Неприятно. Да, именно. Теперь, да, я беру, да, подхватываю его вот с этой стороны, и делаем вот такое вот движение. Да? Я беру, да, смотрим внимательно. В эту сторону крутану, в эту сторону крутану. Да? Это с люцернским молотом надо было сделать. С люцернским молотом. А, ютубер это можно сделать, то давай мы их не можем. Так? Вот. Я беру. Давай. Так. Панораму нужно побольше еще. Так. Вот. Открываем. Вот эти все непринужденные движения. Они, да? Нам. Подожди, плохо. А? Я повернулся. Плохо. Все, все. Мы сокрушаем все на своем пути. Главное, чтобы это. А вот наносится. Вот. Я отталкиваю. Подсыпляю. И вынимаю. Нет, нет, нет. Нет, нет. Никаких закрытых всех самых грант, потому что там тебя... А вот смотри. Ну, Лёна. Твоя перчатка, она не будет смотреться на фоне экрана. Все будет смазано. Нет, речь не... Мне нормально смотрится. Подождите. Дайте я объясню, что я хочу сделать. Вот. То есть сейчас, получается, показывается это все осторожно и немножко замедлено. Конечно, конечно. И, соответственно, может возникнуть вопрос, а вдруг мы там немножко как-то подыгрываем. Давайте вот сейчас попробуем. Дядя Миша сделает мури. Вот. Да, чтобы я... Встань вот сюда. Да. Вот. Ага. То есть, без дураков, перчатка рапира, я беру ее, ну, не со всей дурину плотно. Да. Вот сейчас никаких отдыхов. Да? Там, полшага назад. Ага, хорошо. То есть, вот я сейчас беру, вхожу в контакт. Ну, давай, сейчас достаточно быстро это сделаю. О, как. Я ее удержал, но если бы я держал ее более расслабленно... Давай, давай, давай. Сейчас я тебе потажу. Ну, так, как я прям вырежу. Угу. То есть, вот, опять же, вот она идет вот сюда. Так, задача. Я пришел сюда и начинаю съезжать вот в ту сторону. Так, поехали. Как ощущения? И... Оп! Ты понимаешь, что происходит. Ты не успеваешь ничего сделать. У тебя движение, чуть вперед о сознании. Вот. А теперь смотри. На самом деле, что происходит. Ну, с моей точки зрения. Ага. Да? Вот. Я беру, беру. Оп. Я подсыпаю вот так. Я кручу вот тебя вот так. Ага. Как ощущения? Ну, учитывая, что я вижу 120. Вот. Что-то я как-то полетел. Нет. Я здесь больших усилий не прилагаю, потому что просто, извини меня... То есть, получается, что я либо падаю, либо иду по траектории. Да. Раз. Два. Так. Все. Верю. Верю. Вот такая вот... Пауза. То есть, получается, люпы, 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 все, что мы вот так делаем, начинается... Да. Да. А теперь, да, то же самое движение, почти то же самое, да, мы делаем как? Вот у меня идет укол. Вот, я взял вот так, а теперь, прошу обратить внимание, я делаю почти то же самое движение, да? Еще разок, да? Больше калифика. Калифика. Раз, да? А теперь я делаю что? Вот правильно. Вот оно. Видно? Да, да. Вот. То есть, я сейчас... Еще разок. Оп. Я сейчас не доскукиваю вот до такого состояния. Понятно, да? Оно тоже есть. Я сейчас... Да? Пошел. Калат. Еще разок. Вот. То есть, смотрим внимательно, да? Сейчас мы делаем почти то же самое, что я хочу показать, что можно работать не только предметом в руках, но и рукой невооруженным. В меня пошло движение колющее. В меня пошло движение колющее. 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 Вот. Меня вот сюда. Вот, да? Вот я беру, отбиваю вот в эту сторону, подхватываю вот здесь вот так вот. И вот это вот движение, да? То есть, навык вот этого вот вращения, да? Тяжелого, да? Я точно таким же образом... Поехали. Колю. Вот. Я точно вот таким же образом... Я включаю... Понятно, да? Угу. Все тело. Спину, пресс, плечо, так? И тоже вполне эффективно оказывается работа. Ну, как? Опять же, из методов прикладов сугубо и шпанских. Вот. Вот. У меня идет колющее движение. Понятно, да? Вот. Вот. Тут вот очень удобно, потому что я не даю ему отпуститься толком. И имею возможность одним всяким образом издеваться. Да? Вот. Так. Две бутылки. Под 2,5 литра. Берем вот так. Вот так? Вот так. Ага. Вот так вот. Да. Теперь смотри. Тянем вот так вот вверх. Вот так, вот так, вот так, вот так. И касаемся. Вот этой. В одной плоскости? Нет. Давай я скажу. Так. Так. Прикол в чем? Да? Вот так вот. Вот так вот. Так. Ноги по третьей позиции. Как бы так сказать, чтобы спинка была пряменько. Да? А теперь берем и делаем вот так вот. Оп. Видно, да? Да. То есть наша задача, вот решена, да, прийти ими вот так. Да? При этом плоскость, в которой двигаются кисти, да, она чуть-чуть сзади. То есть по уровню спины. Как будто вот я ввожу рукой вот так вот по стенке, которой я прижимаюсь максимально плотно спиной. И дальше. Раз. А вот теперь, когда оно пошло вниз, берем и наоборот. Разворачиваем вот так вот. Вот так. Оп. Концент. Задим. Ага. Ню-ню. Давай. Уже ли у этого тоже есть какое-то футовальное применение? Ага, разумеется. Ага, сейчас. Давай. Оп. Оп. Да-да-да-да-да. Да. Кстати, кажется, что, ну, оно кажется легким, но вот именно в динамической нагрузке такое ощущение, что очень сильно плечи нагружаются. Да. Опять-таки очень тщательно растягивать плечи. Вот так вот. И запястье. Да. Кажется, что на пике вот развернуть запястье почти невозможно. Это такое усилие нужно. Поднять нормально. Умирающий лебедь. Он смог. Наш слон. Когда ты это почувствовал, да, берешь и делаешь что? Вот. В момент запуска вот этого, да, просто приподнимаешься на полу пальца так. Оп. Как будто я придаюсь витус. Оп. Да. Оп. Ну, полегче, конечно. Да. Оп. Поп. Для тех, у кого нет тренажера. Поп. Да. Ну, для тех, кто не может ходить в тренажер. Кстати, комментарии со стороны, если не слышно. Для тех, кто не может ходить в тренажер. Поп. 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 А вот теперь смотри, да. Поп. Чем удобны вот эти штучки, да. Мы берем, начинаем ими махать и понимаем, что ими размахивания, ну, допустим, делаешь, ну, раз 30-40 вот этих отмахов. Раз. Да. Вот. Сделал 30-40 отмахов. 30-40. Да. Ага. Ну да, я помню, 30-40 раз. Да. Так вот. А теперь с чем? Чем вот именно вот эти вот бутылки удобны, да. Именно тем, что, да, мы понимаем, что уже это упражнение занимает слишком много времени, тогда мы выходим куда-нибудь во двор, да, и прямо вот туда, в водичку, начинаем досыпать песочек. А. Ну, то есть мы делаем, по сути, турецкую гирю. Да. Совершенно справедливо. Вот. И ты уже машешь не двумя с половиной килограммами, а допустим, семью-восемью. А если у меня действительно там гантели, турецкие гири? Вот. Понимаешь? Вот в чем прикол? Возьми вот эту вот стыку. Да? Вот ты берешь, да, ею, просто ну, когда ты это делаешь в зале, специальное оборудование, да, то у тебя что произойдет, вот если ты вдруг вот это уронишь. А. Я что-нибудь разумею. Ну, ты где-то заберешь его. А если ты это делаешь, ну, у нас, видишь, и как пол, местами слегка покоцанный, да, но вот эта штучка, когда она твердая падает, это гораздо неприятнее, чем это во-первых, а во-вторых, смотри, видишь, вот здесь ты держишь его вот так вот плотно. А. А здесь положи, возьми, у тебя что еще здесь? Нет, ну да, здесь правильно. Да. У тебя еще работает. То есть, получается, можно брать эту же бутылку, можно брать вообще за узкую, например, и это будет еще тяжелее. Да. То есть, технически можно делать это вообще с чем угодно, но с бутылкой, как бы, оно оптимальное соотношение безопасности для окружающей среды и функциональности. Да, 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 да. Для мебели, для, так сказать, всякого прочего. Теперь. Теперь смотри сюда. Теперь вот еще раз, возьми, да, вот. Что у нас, дай, да, что у нас еще получается, когда мы вот эти штучки берем, и мы уже не вот так вот машем, да, а мы делаем вот такую замечательную вещь. Что такое паровозик, ты помнишь. Да. Что такое причесывание, мы показывали. Да. А вот теперь мы делаем почти что комбинированную решение. Смотри сюда. Оп. 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 Вот сейчас ты ощущения в плечах помнишь, когда ты вам так вот махал, да? А теперь вот ты берешь и делаешь то, что я только что показал. Вот. Так. Ой. Так. Да. Да. Смотри. Вот. Пошел. Развернулся. 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 Да. Вот сейчас. Да. Вот. Как ощущения? Ну. Вот это, кстати, легче. А? Вот это, кстати, легче. Легче. А теперь смотри. Да. За верх. Нет. Вперед не надо. А. Назад. Это потом. Это назад. Да. Вот. Прелесть в чем. Да. Ты вот это вот сейчас вот делаешь. Да. И просто оцени, как у тебя внезапно начинают отдыхать твои мышцы после крылышек. Крылышек. Ну, совершенно другое. Вот. Вот. Сейчас мы решили. Вот. А. И вот здесь. Да. То есть не так высоко, а вот так. Оп. Вот. Опять. Видишь? Вот. Рука. Да. Как оно? Ну, сейчас уже. Уже не так подойдет. Как будто лоб вытираешь. А теперь. Как будто лоб вытираешь. Да. А теперь. двумя руками. Оп. 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 Разворот корпуса. Правда. Вот. Вот. Я вам скажу, что при кажущейся легкости, в общем-то, если делать его ни по одному, ни по два раза, это непросто. Что, кстати, подводит нас к вопросу, дядя Миш? Собственно, на вращение и бутылки. В каком режиме и сколько раз мы их делаем? Количество подходов и все остальное. Вот мы берем штангу. Так. Держи. Подойдем. Вот мы взяли гриф от штанги. Можно еще раз полегче все так? А? Можно еще раз полегче? Вот мы его крутанули. Ну, допустим, обскок. Как ты сказал? Ну, 12 раз. 12 раз. Ну, принципиально. Да? После этого мы делаем что? Мы перебрасываем его в другую руку. Это еще раз. Это один из вариантов, да? Вот. В другую руку взяли. И сделали 12 раз. Да? После этого мы берем и снова берем в эту руку, да? И делаем 9 раз. Да? То есть сброс по 3, да? Сделали 9 раз этой рукой. Теперь кинули в эту руку. Сделали 9 раз этой рукой. После этого что? Еще сбросили по 3. И получилось, что мы делаем 6, 6, 3, 3. Это называется обратная лесенка. Обратная лесенка расчисляется в количестве повторов простым незатейливым способом. Да? То есть мы берем и некий максимум, который мы на текущий момент состоянии выжать, да? Делим, да, количество там на 4 или на 5. Да? Вот. Ну, то есть просто чтобы вот количество. Чтобы было 4, 5 раз. Да? Вот. Это вот просто обратная лесенка. Есть еще вариант двойной обратной лесенки. Когда мы взяли, сделали, да? Опять же, те же самые там, да? 12 раз. Ну, я сейчас просто показываю, чтобы запомнил, да? Сделали. Сделали. Берем что? Правильно. Берем бомбик. Более легкое. Да. Более легкое, но субъективно все еще тяжелое. Сделали им на ту же руку. Да? Теперь берем еще более легкое. Да? Вот. Взяли. Понятно. После этого весь тот же самый аттракцион, да? Вот. По 12 раз на эту руку. По 12 раз предметами уменьшающего веса на вторую руку, да? После этого мы берем и сбрасываем по 3, да? Сначала тяжелым предметом, более легким, еще более легким. Да? Потом, понятно. Это все работает на любое упражнение? Ну, практически да. Практически да. Вот. Значит, единственное что, есть упражнения, где ты, ну, допустим, вот мы берем те же самые принчики. Вот мы их гоняем вот так вот, да? Вот. И у нас, у нас получается, что мы, то есть для того, чтобы сделать, опять же, обратную лесенку, у нас заняты обе руки, да? Поэтому, промежуточное упражнение, ну, гоняем, ну, я не знаю, допустим, вот тоже самое закидывание за спину, да? Вот. Вот. Делали восьмерку двумя руками, да? Вот. И получается, что мы взяли, сделали 12 раз это, 12 раз это, после этого перекинули хват, 12 раз прогнали там, чтобы у нас была равномерная нагрузка шла на обе группы мышц. Потом мы ухватываем блинчики и делаем блинчики по 9. После этого 9, 9, восьмерка двумя руками, 6 блинчики, 6, 6, восьмерка двумя руками. Понятно, да? Угу. Ну, то есть, я про это систематически упоминаю, оно как-то это, вот. А есть еще, то еще любимое новое упражнение. Упражнение вполне себе салужое упражнение. То есть, мы берем и начинаем рапиву вот так вот вот, перебирать в пальчиках, поднимая ее вверх. То есть, винтообразным движением. Не обязательно. Но им только за счет пальцев. Если подкручивать, это как бы попроще получается. А, попроще. Да. Вот, вот дошли, я теперь взлетал, перебросил. И то же самое, да? И обратно поехали наверх. А если у нас нет рапиры, мы берем любой предмет, например, тросточку. Как угодно, главное, чтобы двигалось внизу вверх. Да. Вот, тросточка, бамбуковая палочка. Не бамбуковая палочка. Ага. Да. Да. Когда чувствуете себя окончательно могучим, да? Вот. Можно взять водик. Не бамбуковая палочка. Ну, концепция ясна. Да. Соответственно, тоже на пальчике упражнение, да? Когда мы берем палочку, берем палочку и начинаем крутить ее вот таким вот образом. Да? На, попробуй. Вот. Я не могу принять механизм. Вот по центру, да? По центру. Так. Дайте еще раз. Вот. 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 Вот так. У нас есть средний палец. Так. Вот мы начинаем крутить вокруг него. Вот. Видно? Ага. Так. Средний палец. Средний. Средний палец. Ну, или так. Тоже вариант. Просто я пользуюсь среднеуказательной безымянной. Т.е. Большой палец, но так же начинаем. Большой палец. Еще раз. Тоже можно. Все равно, то есть, тут варианты. Нет. Без большого прям пока никак. У меня не получается. Да. Вот. Вот сейчас вот получилось. Хорошо. Ну, опять. Как говорил. Все. Понятно. Анатолий Шлоевский. Достигается упражнением. Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович? Достигается упражнением. А теперь смотри-ка. Да? Вот. Соответственно, когда палочка становится слишком легкой. Да? Мы берем точно так же крутим. Ловиком. Да? Точно так же крутим. Ловиком побольше. Ловиком побольше. Ловиком побольше. И с танкой. А в человеческих ли это силах? Это опять-таки сказка и легендарная века. С танкой. Интересная машина. Надо попробовать. Нет. Грифом не получится. Но надо стремиться. Устегается упражнение. Сейчас уже старенький. Ну что ж. Вот такие вот дела. Дядь Миша, тогда скажу до свидания общественности. Всего хорошего. Горят. Сстранство в него. Сстранство в него. Поехали.